здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева сегодня 7 мая 2019 года я продолжаю тему причастинский переулок который мертвый по многочисленным заявкам и вы знаете есть что добавить и этот фильм я называю мертвый переулок мастер и маги булгаков щена мистика и еще раз мистика как все запутано оказалось и гораздо интереснее чем можно было подумать начну по порядку из пара комментариев по этой теме и дому 5 а причастинском переулке который мертвый переулок булгаков не выглядит таким уж фантазером да и связь булгаковом и ассоциации с нехорошей квартирой оказалось все это имеет место быть ну такая синхронистичность очередная еще комментарии тех кто жил или работал в этом месте два года почти ежедневно я шарахался мимо этих нехороших домов я давно обратил на них внимание именно по причине их особняковости был такой термин москва усадебная который сжег наполеон но добил лужков вот обращал внимание что в этом квадрате в двух шагах от моей работы та самая недобитая наполеонами лужковыми усадебная москва оставалась ни разу не видел чтобы кто-то входил или выходил из того особнячка я сам в обеденный перерыв обычно гулял или после работы через причистенку к метро шел чтобы по садовому кольцу не топать в шуме гамме выхлопах и в толпах частенько и поздно с работы возвращался когда уже вечерело а движения людей во дворе нет дома в этом квартире как-то нехорошо притягивали глаз не радует но к ним снова и снова заворачиваешь все два года с 2014 по 2016 я был уверен что их оккупируют снимают представители посольств этих мелких государств которых там очень много натыкано этим я объяснял внешнюю безлюдность этих усадеб и вот этого дома в частности продолжаем разговор навела справки по поводу этого дома кто такая марфа это оказалась внучка скульптора мужчиной вера игнатьевны сама вера игнатьевна из богатой купеческой семьи из риги рано осталось без матери но родственники поднимали опекали дали образование родственники тоже состоятельные да и сама вера была очень хорошо обеспечена с биографией вера игнатьевны вы можете ознакомиться сами а я продолжу всем нам известно знаменитая скульптура символ мусфильма символ в днх рабочий и колхозница скульптура была выставлена на выставке в париже 1937 году напротив павильона фашистской германии как противопоставление сейчас мы понимаем что это не случайно не были выставлены друг против друга не случайно рука невидимого режиссера так распорядилась нагнетание грегора войны через противопоставление культур и народов скульптура рабочий и колхозница действительно великолепна символ советской россии устремлены на созидание вперед летящий сильные люди мужчина и женщина все смогут все преодолеют и напротив стоит на большом постаменте гораздо выше чем скульптура рабочий колхозница непонятный петух такой стилизованный под орла с головой повернутый направо столкнули цивилизации угрохали миллионы эти безмозглые режиссеры с ненормальной неадекватной психикой мы уже знаем что это неадекватные это то ли люди с приветом с большим то ли это просто не люди не людская психология а теперь возвращаемся в мертвый переулок который печестинский дом номер 6 это австрийское посольство на сегодняшний момент бывшие усадьбы князя гагарина поделена поделено на 8 участков это один из первых участков то есть на перекрестке причистинского переулка и староконюшенного после завершения постройки в 1906 году но это по официальной версии здание было продано текстильному промышленнику николаю ивановичу миндовскому который прожил в этом особняке до самой октябрьской революции 1920-х годах в доме располагался загс которым расписывались известные личности такие как сергей есенин с исидорой дункан и михаил булгаков с любовью белозерской то есть булгаков у нас здесь присутствует непосредственно то есть он его дух здесь начале двадцатого века присутствует непосредственно он ходит по этим улицам 1927 году дом служил посольством австрии а с 1938 года посольством германии 1955 году усадьба вновь стала посольством австрии какое совпадение скульптуры веры игнатьевны в париже напротив германского павильона и дом в котором она будет жить в 1947 году через 10 лет напротив дома номер 6 германского посольства которое появилось здесь в 1938 году закон притяжение в действии смотрите мой фильм о законе притяжения или синхронистичности по александровской колонне номер 2 да да есть вторая александровская колонна кто не смотрел посмотрите существует та которая в центре ленинграда это перед зимним дворцом это не единственная колонна есть еще и 2 точно такая же справка 1938 года бывший дом австрийской миссии стал гостевым домом немецкого посольства москве с 23 24 августа 1939 года здесь останавливался министр иностранных дел германия и уахим фон риббентроп прибывший в москву для подписания пакта о ненападении легенда гласит что именно здесь проводилось подписание секретного протокола к пакту о ненападении что однако маловероятно 1944 году здесь останавливался британский премьер-министр уинстон черчилль прибывший в москву для переговоров со сталиным и так притяжение одних и тех же одним и тем же местам немецкое посольство где булгаков регистрировал свой брак может бал у сатаны в романе мастера маргарита проходил именно здесь мертвом переулке немецком посольстве еще связь булгаковом есть версия что профессор преображенский собачьем сердце списан с образом мужа веры игнатьевны профессора медицины алексея замкова как врача ученого который хотел изобрести эликсир молодости информации не для обывательских ушей есть еще информация от потомков что булгаков бывал у них доме и общался с алексеем замковым то есть они были знакомы я сошлюсь на статью от 2000 года ссылка будет в описании статья называется весь ссор в одной избе из неродившихся младенцев делают лекарства для омоложения богатых старцев ельцин становился от такого лечения как живчик сбором тканей человеческих эмбрионов занимаются фирмы московской патриархии ну это вообще круто статья от 2000 года автор не на москвина суть в этом суть в этом что из-за человеческих эмбрионов подпольных абортов на больших сроках потому что это запрещено законом делают вакцины и вот препаратами из младенцев пользовались сильные мира сего почти все генсеки начиная с брежнева коммунистические тираны китая вьетнама кореи кубы и многие знаменитости сша правда брежнева мало интересовал цвет лица для него главное было чтобы результатом постоянного пичканья горма гормонами типа виагра стало полное атрофирование остальных жизненно важных органов руководителя застоя кстати препарат виагра который рекламируют как панацея от половой слабости разработал еще в 30-х годах советский ученый муж скульптора мухиной профессор медицины алексей замков после второй мировой войны на основе опыта накопленного нацистскими медиками в лабораториях лагерях для военнопленных где человеческий материал был не ограничен начался новый бум поисках эликсира молодости то есть это называется каннибализм использование живых вот человеческих зародышей особый фитальный гемоглобин встречающийся только в крови зародыша открыл в конце 19 века профессор кербер во время опытов с кислотами едкими щелочами кербер установил поразительную устойчивость фитального гемоглобина он как золото не разрушался при воздействии сильных кислот за рубежом частности во франции германии фитальная терапия запрещена как безнравственная произошло это после того как некоторые женщины делающие себе инъекции молодости умерли бизнес связанные с фитальной терапии приступен по сути чтобы размалывать мясорубках живых человеческов нужно обладать железными нервами и крепкой психикой современные парацельсы оценивают свой труд очень очень дорого одна порция взвесе стоит до 2000 долларов самое главное что нет никаких гарантий и пациенты очень часто умирают от онкологии который вдруг возникает но на каком-то этапе не становится такими бодрячками хорошо выглядят прям такие активные активные и прям у них вторая молодость особенно вот по мужчинам это заметно и они вроде меняют старых жен на новых как это водится но очень часто скоропостижно так сказать уходят в мир иной потому что вот точно информации как действует на организм человека препараты из фитальных тканей не существует но у нас речь идет не об этом у нас речь о профессоре преображенском прототипе врача мужа скульптора вера игнатьевна мухиной ссылка на эту статью будет в описании правда вот многие ссылки после фильмов они почему-то перестают работать мне уже об этом говорили возможно кто-то смотрит наши фильмы и убирает вот подобный материал но тем не менее то вы видите я снимаю в интернете это все вообще здесь страсти описываются вот лучше этого конечно не знать поэтому я не буду это озвучивать уж кому очень интересно пожалуйста можете сами посмотреть и так получается что наверное из лучших побуждений или по заказу власть имущих потому что у простого народа таких средств нет муж вера игнатьевна тоже принимал участие в подобных экспериментах здравствуйте профессор ба да вас нельзя узнать я лучше вы маг и чародей профессор как сон мы одни профессора это не описываем пароль донер 25 лет ничего подобного верить или нет каждую ночь обнаженные девушки стаями снимать штаны но это не все маги и чародеи этой семьи оказывается что в знаменитом детском советском фильме про волшебника джина старик хаттабыч прототипом польки является сын веры игнатьевны и алексея замкова вячеслав волик как его звали волька ссылка на статью также будет в описании статья называется повелитель хаттабыча в каменске-уральском всеволод алексеевич замков дорогие друзья у меня тут что-то с настройками я приехала снова на причистинку для того чтобы пройти на ту самую улицу на причистинский переулок мертвый переулок дом 5 а все-таки до снимать его еще кое-что до снимать вот плохо видно потом поэтому я потом переключусь только на голос и дам буду вам давать картинку которые здесь снимала сейчас отличный день стоит вот сзади меня гоголевский бульвар и что я узнала то что скульптора мухина она до революции жила как раз на гоголевском бульваре а потом после революции когда она уже стала известным скульптором и все ей дали участок на вот этому причистинском переулке где она сама спроектировала свой дом по одной версии она и желтовский по другой версии архитектора брат ее мужа спроектировал этот дом и собственно говоря я сейчас к нему пойду отдельные я снимала палаты вот эти еще в прошлый раз я там все внутри пролазила сверху если могу сказать что это конкретный засид который мы откопали вот таким образом ну а там и тот уровень оставили если вы сами решите пройти этим маршрутом и попасть на причистинский переулок именно то можно проехать одну остановку на троллейбусе и так по улице причистинка нам поможет разобраться и кое-что уточнить то что сейчас уже не увидим закрыта панелями это старые яндекс карты и так у нас есть дом ученых вот там у нас идет улица причистинка и вот сюда причистинский переулок как мы разворачиваемся дом ученых и вот вот он памятник гиры мухины очень многие обратили внимание на то что обрезаны ноги у этого памятника я сначала как-то внимание не обратила но действительно это ну не традиционно тем более вера сама скульптор и кто мог так изобразить кто мог ее вот так вот обрезать ноги обычно либо бюст делается небольшой вот по грудь либо полностью с ногами а здесь вот именно обрублены ноги что смотрится странно действительно за что ее так обезножили веру мухину и вот получается за этим забором вот глаз то у нас замыливался мы шли вот таким образом по этой улице мимо дома ученых смотрели на эти львы и дальше было у нас вот дом на повороте интересовал а вот здесь вот этот забор он так вот глаз ты замылил вот за ним стоит дом 5 и там рядышком во дворах именно тот самый дом 5а но здесь еще что интересно хочу обратить внимание вот про прогулки мы были на этой самой улице и вот с этого места мы смотрели на вот этот дом с интересной символикой который сейчас ремонтируют он не желаю здесь по всей видимости еще он порядке и вот этот дом закрыт мы здесь видим что четко вот на каменных на каменных основаниях вот раз окно два окна здесь были окна а дальше уже вот на этих каменных стенах бывшего когда-то дома уже настраивался деревянный дом закрывался панелями вот такой дранкой там опять видим окна вот уже его ремонтируют закрыли щитами ну видно домик точно так же засыпан что можно сказать скорее всего и здесь фасады закрыты значит там тоже на всех этих ну это логично просто вот такие вот моменты они открывают истину вот таким образом настраивали потом декорировали штукатуре штукатурили уже вот с этой облицовкой вот появлялись у нас такая такие фасады яндекс там сохранился ну в принципе в этой запуске мы уже даже изобразили все тут прикрыли и как и всего это было сделано на каменных основаниях вон туда у нас идет второконечный перелок по этому домику тоже чуть попозже чуть поподробнее вот видите двери как там идут человек в отношении дверей хочу обратить внимание а вот этот домик то у нас вот его закрыли мы успели его заснять и фасады закрыли нам помело видите вот он уже закрыт это самый дом который снималось двенадцать сто лет а вот так это выглядело еще полмесяца назад мы успели на своей экскурсии рассмотреть как следует символику и декор этого дома великолепного и дом оказался исторически действительно какая современная это настенная живопись там снимался эпизод из двенадцати стульев гайдая общежития имени монаха бертольда шварца 1971 год а сегодня уже фасад закрыт какое совпадение ну надеемся что сохранят эту историческую реликвию и далее соответственно глаз замыливается этот серый забор он отталкивает внимание и мы видим только вот то что видим то что бросается в глаза вот эти посольства у нас хотя здесь тоже очень характерное это обратила внимание не было времени это все показать вот они взрывы волны и взрывы лев у нас тут до этого досток виде либо опять у нас тут венки победителей с ленточками расслабленные такие господа вот на фасаде и дальше дверь то у нас там двери у нас большие очень высокие двери на это тоже все обратили внимание если мы посмотрим то мы видим что ручка у нас для нормального телом человеческого на вот здесь находится и высота двери вон аж какая ее даже вот перекрыли потому что невозможно ее открыть будет ее будет перекашивать этот дом был создан для больших людей посольство австрии еще немного по символике поподробнее возможно вот это все-таки действительно технические штуки как-то связанное с освещением может быть с электричеством возможно вот эти колонны тоже но символику они здесь свою поместили захватив эти дома ну и собственно говоря что здесь у нас вот этот прячется дом дом 5 вот он и вот как попасть в этот во двор получается действительно очень сложно туда попасть все как-то закрыты вот здесь надо было проходить а а а а там а там ну 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 я не знаю на каких условиях скорее всего им дали жилье а это будет музеем а сделать все таки музей да я думаю что только с таким условием а зачем вот ну это уже их личный все таки все равно был дом ну да она же перед смертью просила чтобы детям оставили ага вот и они остались может покажете и расскажете мне про него ну что про этот дом я ничего не расскажу я тут знаю что Марса поджила но а сейчас они не живут а все поняла да ну вот он этот домик мне про него просто писали я вечером не гуляю теперь у меня собаки нет если не горят эти окна вполне возможно что их тупо сами вполне возможно их оставили ну вот занавески там говорят о том что все таки есть там жизнь то вот эти ну вот как бы одна часть получается злоя была ну вот то что я в интернете нашла но это еще знаете до 2010 года информация то есть давно все таки ну вроде он такой свежий от реставрированный можно производить грустное впечатление особенно неухоженностью в территории это просто мы охреневали все если бы у меня был кусочек земли в центре Москвы то бы все бы сияло и блестело были бы эти самые цветы бросавленные горшишные хотя бы ну как то может быть они угасли вроде и богатая семья была очень богатая Вера Мухина сама из состоятельной семьи плюс вот эти все ну как бы заслуги работы сталинские премии вот это все что я узнала я очень много узнала мне повезло встретилась местная жительница и немножечко мне рассказала в этом доме об этой семье так совсем чуть-чуть ну выяснилось что Марфа сама жива ну там были какие-то проблемы по всей видимости с алкоголем что-то так где сейчас и как за нависочки да похоже я вот потом смотрела другие фотографии и даже съемки когда снимала я внимания не обратила но за нависочки то менялись то есть там кто-то за нами тоже наблюдал за мной в том числе как я это все снимаю но сама ли это Марфа либо это кто-то другой КГБУ я не в курсе сын у них жил отдельно в общем как-то так а внуки есть вот я просто знаю что у них еще сын есть а вот насчет внуков уже не знаю рот у них продолжился или нет легавые вроде собаки говорят у нее были раньше были были то есть они вот здесь вот жили сюда можно было зайти да да вот они через калитку а вы не знаете что здесь было раньше до них до Вера Мухина потому что она его в 1947 году построила а что здесь было раньше там вот говорят что это Багагарина была вот там вот несколько этих посольств а там доходный дом вот доходный дом а вот что здесь было не знаете это тоже на вас а вот этот вот прям маленький такой крохотулечка а это недавно совсем построили а то есть это наводил да это был сарайчик его переделали вот в такой ну все здорово здорово там внизу этаж подземный и тут два вот есть там отрисованных хороших так что вот такие вот спасибо вам огромное а там теперь видите как хорошо тоже ну да конечно не хватает мелких кустиков каких-то цветуёчков не хватает но зато благообразно все хорошо видите там ну это явно для музея это уже под музей сделали да может быть этого всего не может быть пока она там если страшные окна там подвалы есть в этом доме не знаю есть да не сомневайтесь то что вроде там нашли как бы башню от танка под под полом даже но потом вот внук сказал что это она и специально приспосабливала для переворота фигур там вот эту штуку использовала и я тут много чего узнал про эти вот похоже да вот тоже вот он как бы как подвальный пристрой вот этот вот есть есть подвалчик а вот в этом тоже получается есть подвала то есть он был этот сарай подземный этаж ну такой видите я просто там была там у меня девочки работали заходила читала спасибо большое ну они там съехали оттуда а вот эти дома они очень старые не знаете вот эти вот окна вроде большие прям огромные до революции до революционные спасибо вам огромное до свидания ну собственно говоря вот вот тот самый дом который я приняла изначально вот этот самый двор и действительно я просломила подвала здесь тоже есть вот тот самый двор какие-то тут пристрои расстрои разуха была не так все здесь просто в этом дворе ух ты я его проигнорировала этот особняк самый главный как можно было как можно было вот это все проигнорировать вот он двор тот самый Вера Игнатьевна вот сразу вопрос что это за лик такой жуткий страшный а за ним стены вот они стены эти старые допотопные стены которые видимо были и на месте этого дома Веры Игнатьевны и там все закопано то есть на всем этом месте есть подземелья это подтвердила и местная жительница оказалось что это не все сюрпризы этого двора вот она сорнячок с подвальчиком тихо действительно людей мало это центр я возвращаюсь собственно говоря за этим я и ехала не знаю здесь кто-то живет еще однозначно за занавесочками кто-то есть потому что занавесочки стали висеть по-другому минут десять назад это было так а теперь так и еще один сюрприз этого двора я не могла не обследовать соседний дом который стоит напротив дома Веры Игнатьевны конечно же есть подвал как без него вернее подземный этаж полноценный и вот он дом а здесь тоже какая-то табличка Ильзель Герман Борис Брянский кто такие не знаю пошла в интернет посмотреть что же это за люди такие кто же такой Илья Герман Пречестинский переулок дом 7 вот рекламу создаю вот он тот самый наш подъезд оказывается это маг который может поставить порчу и снять может и привороты и отвороты вот как интересно это раз а кто же такой у нас Борис Брянский посмотрим Борис Брянский а Борис Брянский у нас тоже маг то есть два мага живут в одном подъезде в разных ли квартирах они живут или вообще они как-то вместе живут практикуют отзывы разные конечно от мошенников до благодарностей вот такая у нас история военомагов или рейтинг практикующих специалистов ну информации много кому интересно можете посмотреть вот такая у нас занимательная история получается с предчистинским то переулочком который мертвый переулок был в 19 веке кстати мне не удалось найти ничего по информации а что здесь было до постройки дома Веры Мухиной обжитой район и в 19 веке и ноль информации кругом особняки стоят дорогущие как бы как бы построены даже там в начале 20 века а здесь что пустырь был совершенно непонятно даже если здесь был пустырь почему нет фотографий все это странно или здесь была какая-то разруха оставшиеся после войны 19 века середины 19 века той самой которую везде отовсюду тщательно скрывают но следы ее то там то здесь мы находим а теперь о архитектуре символике и истории других зданий близ лежащих которые все между собой оказывается связаны определенными событиями я скажу о трех итак особняк айсидоры дункан на причистинской улице рядом с пересечением мертвого переулка и улице причистинка дом номер 20 справка особняк коншина не конышева а коншина был такой оказывается предприниматель первая половина 19 века первая половина 19 века а в 1873 переделка фасадов опять посмотрите какой временной скачок с первой половины 19 века сразу во вторую половину где-то 50 лет опять временной скачок перескакивает 84 года владельцем дома был коншин затем фирсанова с 1900 года предприниматель миллионер ушков богатые миллионеры банкиры предприниматели 1922 годах в здании размещалась хореографическая студия айсидоры дункан в эти же годы здесь жил и работал поэт сергей есенин еще один сюрприз для меня совершенно неожиданный когда я стала искать информацию по самой айсидоре дункан времени ее пребывания на причистенке в этом особняке мне повстречается официальный блок государственной третяковской галереи Москва Анны Голубкины Москва Анны Голубкины и справа и слева мы продолжаем публикацию истории жизни художественной Москвы и урны выглядели иначе на старых скульпторах Анны Голубкина вот эти урны новоделы а вся остальная символика такая же как у нас фотография айсидора дункан Анна Голубкина не только была знакома с балериной но и вдохновлялась ее творчество еще раз посмотрите как все переплетено даже по информации я делаю фильмы по Анне Голубкиной и оказывается она тоже бывает на Пречистинской улице и Пречистинском переулке дом в котором прожила айсидора всего три года достоин отдельного рассказа конец 18 века они жили вместе с есениным в этом особняке именно здесь есенин создал свою исповедь хулигана и многие другие произведения ссылка на эту статью я оставлю в творчестве Анны Голубкиной есть ряд произведений связанных с кругом айсидоры дункан русских танцовщиц Людмила Алексеевой Элла Робинек пластический этюд волна это они вот эту волну которая над махатом записали как танцы айсидора получается так это тот самый глиняный потоп все опять в одном месте да и дом Анны Голубкиной в Большом Левшинском тоже недалеко все тут рядышком напротив на этом же перекрестке еще один Булгаковский дом дом номер 13 справка заказчиком работы был банкир и предприниматель Яков Андреевич Рек посмотрите сколько их вот уже по многим улицам по многим фильмам которые я делаю как они вот как их много этих банкиров и предпринимателей с нерусскими именами а если даже они и берут русские фамилии и имена то на поверху они оказываются выходцами все равно из Европы из Римской империи и здесь они осваивают территории во второй половине 19 века во двор можно было попасть по черной лестнице то есть двор закрытый по современным понятиям дом был элитным в нем имелись лифты были проведены канализация и водопровод установлены ванны но сегодня мы оказывается в городах все живем в элитных домах до революции в квартирах номер 11 и 12 на верхнем этаже проживал Александр Петрович Фаберже родственник ювелира Карла Фаберже юрист и юрист консульт семейной фирме с приходом к власти большевиков Александр Петрович в спешке уехал из России бросив всю свою собственность квартиры Фаберже были превращены в коммунальные в них поселились художники из группы бубновой валет в одной из квартир жил художник Такке в другой художник Захаров Серова Архипова режиссер и преподаватель ГИТИСа Муат был знаком с писателем Михаилом Булгаковым который несомненно бывал в этой квартире в гостях видел интерьеры дома и знал имя бывшего владельца Новые обитатели квартиры Фаберже были уверены что прошлый владелец мог оставить в ней тайники с драгоценностями кстати согласно некоторым легендам при перестройке дома в 1980-х годах действительно был найден тайник серебром Булгаков дважды использовал дом в своих произведениях в романе «Мастер и Маргарита» с квартиры Фаберже списана нехорошая квартира люстра на которой качался бегемот в реальной квартире она свисала на цепи с высоты семи с половиной метров камин с чугунной решеткой семь с половиной метров это квартиры для не для нашего роста это не для нас и дело тут не в свободе в дыхании в воздухе что легко дышится энергетика больших людей энергетика успешных успешных людей она больше чем у простых людей все это риторика квартира сделана под большой рост как и двери потому что можно делать высокие потолки но двери то зачем делать в которой неудобно открывать человеку небольшого роста она его прихлопнуть может как комара и так в реальной квартире люстра свисала на цепи с высоты семь с половиной метров камин с чугунной решеткой деревянные диванчики на лестничных площадках бывшей владелицей квартиры у писателя стала пожилая вдова ювелира Анна Францевна фу-жере фужер второй раз интерьеры дома номер 13 на причестинке встречаются в собачьем сердце описание вестибюли Колобуховского дома где живет герой повести профессор Преображенский Булгаков взял с дома река мраморные ступени парадной лестницы швейцар ковровая дорожка галошная стойка и дубовая вешалка под землей на секундочку имеется двухэтажная парковка вот знаете истинный уровень засыпа этих улиц ну и в принципе всей Москвы если потолки где-то могут быть ну берем среднюю цифру четыре пять метров то где-то десяточку у нас точно есть восемь десять метров как и везде по Москве средние средняя средний уровень засыпа завала вот этой глины глиняного потопа была башня дом сегодня надстроен и башня слилась с левым и правым крылами башня украшена орлами опять орлы везде и воины стражники и часы тут и надзор и фактический и метафизический товарищи капиталисты продолжатели римской империи своими символами метят все до чего дотянутся кстати получается что большевики не убрали эти символы где-то убрали а где-то оставили кстати еще по символике вот он орел по дому Осидор и Дункан возможно вот это были стилизованные лампочки вот интересно реставраторы они когда закрашивали это все вот что это железные вещи может быть металлические но информации об этом нет никакой и вот вот эти штуки тоже возможно они светились вот он орел здесь есть внизу вроде как бы незаметный такой символ волны всплеск это волна однозначно это пена как бы а вот это вид сверху этой волны это очень похоже на взрыв вид сбоку вид сверху ну и еще один дом про который хочу сказать я уже про него говорила мы его показывали предыдущих фильмах на нашей экскурсии по Пречистинке и Дарбата это дом ученых особняк опять же коншины не конышевой а коншиной и пристрой дома есть у нас старое фото опять таки говорю справку дом номер 16 Александра Александра Ивановна коншиной первая половина восемнадцатого века дом первая половина восемнадцатого века в восемнадцатом веке дом был есть перестройка 1908 1910 архитектор гунц новая часть справа 1932 стоит он кстати тоже на засыпанных этажах фотографии нет вот конкретно фотография этого дома они как бы обрезаны поэтому то что находится справа нам не показывают как здесь это выглядело что здесь было архитекторы братья Веснины естественно которые живут там дальше на денежном переулке как вы помните на этом месте до пожара 1812 года находился дом Архарова пепелище в 1880 году в 1818 году купил Иван Александрович Нарышкин который построил новое здание на старых фундаментах это я добавляю затем владельцем стал Мусин Пушкин позднее дом перешел к княгине Гагариной потом князьям Трубецким и наконец в 1865 году у Трубецких усадьбу приобрел на имя жены Александра Ивановны Коншиной миллионер-фабрикант Иван Николаевич Коншин в 1867 году усадьба была перестроена первый раз перед Октябрьской революцией особняком владел предприниматель Путилов с 1922 года здесь размещается дом ученых дом магов волхвов это символично кто у нас ученые маги волхвы ну те которые настоящие ученые и что у нас тут опять по датам получается дом 18 века перестройка перестройка 1910 и тут же перестройка в 1818 купил Нарышкин в 1865 у Трубецких усадьбу приобрел на имя жены Коншиной здесь тоже с датировками какая-то путаница с этим домом ну и окончание выводы ну и окончание выводы когда не знаешь подробностей кажется события люди дома улицы архитектура сами по себе и не имеют никакой связи однако как мы с вами увидели на примере мертвого переулка все взаимосвязано и взаимозависимо каждый маскарон на фасаде имеет свое значение и поставлен не просто так каждая волна погребальная урна орлы ракушки все не просто так все стоит с каким-то своим смыслом значение которого мы только-только начинаем распутывать и разгадывать булгаковщина здесь в каждом доме все переплетено причем одни поколения сменяют других народ живет сам по себе а элита она тут вся перепутана одна приходит на смену другой но все они взаимосвязаны поддерживают общие символы причистинский переулок который мертвый дом номер 6 посольство фашистской германии затем австрии он же загс где есенин и оседора донкан где бывал булгаков останавливались тут же немецкие послы перед войной огромные двери огромная высота потолков для людей другого роста куда они их дели они их дели куда-то уничтожили и полностью вытерли отовсюду память о них после революции Великой Октябрьской пришли новые люди в эти дома но они элита прямое продолжение прежней как и сегодня они никуда не деваются и выходят на поверхность после того как очередная катастрофа уляжется булгаков нам поведал об этом непрямо намеками может быть сам не ожидая и мы сами проследили эту связь на примере дома номер 5 Веры Игнатьевны Мухиной ну что ж хотелось мне еще рассказать про палаты 16-17 века на этих улицах и свою версию но опять фильм будет очень длинным значит сделаю отдельным роликом так что продолжение следует подписывайтесь на мой канал благодарю за внимание и ваши комментарии всех вам благ с вами была Галина Коношева а фильм я делаю накануне 9 мая так что еще раз поздравляю всех с нашим великим настоящим праздником победы победы наших дедов прадедов а и а а и и